Слава Украине! Привет всем от Полоцкого! Сегодня 18 мая и сегодня в Киеве, Украине, отмечается день, день вышиванки, да, день нашей вышиванки. И полгорода ходит в вышиванках сегодня, да, все у кого есть, одели наши замечательные вышиванки и ходят, и я в принципе об этом делал сегодня видео. Вот если сейчас покрутить камерой вокруг, то вы увидите, что, ну я не знаю, раз просто люди от меня далеко, почти все в вышиванках здесь, вон люди, там целая семья фотографируется, все в вышиванках, да. После работы сейчас люди вышли, так что очень здорово, народ, народ поддерживает традицию, народ любит вышиванки, и мы сейчас находимся на Софиевской площади, возле Софиевского собора. Вот с чем это место интересно, сейчас я вам покажу, уже как бы нету такого уж сильного запрета снимать, и я вам покажу это место. Вот у меня за спиной не колокольня, имеется ввиду, колокольня это новодел 1700 года, начало 18 века, да. А собор вот за колокольней сзади там, вот он у нас старенький, он настоящий, ну по-моему он самый старый из тех соборов, которые есть в Киеве, он 1000, если я не ошибаюсь, с 2017 года. Вот, и там еще есть большой вопрос, кто его именно там является, кто его строил, то ли Ярослав его строил, то ли Владимир его строил, в любом случае это очень интересная история, сейчас не о ней, так вот мы находимся на самом престижном месте в нашей Киевской Руси, в Руси, потому что Русь была одна, и она была только Киевская, все остальное это фухло. С другой стороны мы видим Михайловский собор, видите как, сзади у меня за спиной, там вот Михайловский собор, он 12 века. Вот представляете, это самое место, где жили все князья, все бояре и так далее. Ну, если честно, то князья конечно жили немножечко не здесь, сейчас я вам покажу визуально. Видите, у меня за спиной башня, башня такая, башня это пожарная башня, так вот князья жили там дальше, за этой башней, условно говоря, в ту сторону. А вот здесь вот жили все, все наши бояре, бояре тогда, да, и все жили такие мужи, скажем, державные мужи жилы, как вам еще объяснить, то есть те, кто были при власти тогда, те, кто могли себе позволить жить между двумя соборами, это очень, самое такое крутое, самое дорогое, это было конча заспа своего времени, чтобы вы понимали, да. И здесь жили, собственно, все, все наши и воеводы, и самые такие выдающиеся гридни, которые становились потом сотнями, сотенами, тысячними и так далее. То есть это очень интересное место с очень интересной историей, на Михайловской, например, площади памятник княгини Ольги нашей знаменитой киевской. Вот если так вот взять, да, то вот одна только история киевских князей, которые были, и княгинь, уже тоже такие были, то это уже и есть история Руси. И самодостаточная история Руси без всяких примесей вот из болот, из болот, которых, которые находятся на месте сегодняшней так называемой России. Посмотрите, все знаменитые, все просто без исключения, знаменитые князья, они были из Киева. Только не надо мне сейчас про Дмитрия Донского, который был вообще, знаете, такой персонаж, он то ли был, то ли не был. Я Дмитрия Донского, знаете, другой раз сравниваю с Микки Маусом. Вроде был, вроде не был, потому что о Дмитрии Донском, ну там есть два мнения. Первое, то, что он существовал и реальная фигура, но Куликовской битвы, понятное дело, что не было никогда в жизни, это все фуфло и, как говорится, просто выдумка, как и вся российская история. Второе мнение, что он был, но, короче, или был, или не был, там непонятно. И Александр Невский, ну, сами понимаете, доблесть человека, вся доблесть человека заключается в том, что он ночью напал на шведов, там было что-то там полтора десятка шведов и, что он там, на Чудском озере победил 30 рыцарей, ну, но это анекдот. Ну, в принципе, да, когда нету совсем героев, то сгодятся и такие, как Дмитрий Донской, либо Александр Невский, ну, анекдотичные герои, я говорю. Я их всегда называю Микки Маус и какой-нибудь предатель, потому что чем был знаменит Александр Невский, это предательством. Предательством своего народа, который, собственно, и не был его народом. Вот. Ну, а если взять всех знаменитых князей, которые были, вот, они действительно, посмотрите, Игорь, Ольга, Ярослав, Мудрый, практически, кто там еще у нас? Олег, эти все отсюда. Рюрик, Рюрик тоже киевский князь, но полумифический персонаж, Аль-Каскуль, Дир, ну, по Диру тоже вопрос. Эти все, они связаны с Киевом. Без каких-то там преувеличений, уменьшений и так далее. То есть, вся история Руси – это Киев. А вот визуально, или, скажем так, вот, как вот пройти ножками по тому месту, где вот сконцентрирована история Руси, вот здесь, вот прямо где я стою, вот это вот концентрированное место – история Руси. история Руси, к которому, кстати, вот современная Россия, ну, не имеет никакого отношения. Просто потому что, ну, потому что, да, она, как бы, скажем так, часть России на тот момент формально платила дань Руси, но Руси сама себя не считала. То есть, все вот эти Твери, Владимиры, вот эти все, Ярославли, они когда в жизни Руси не были. Это потом, это была Москва, это была Татария, Татария, Московщина, как хотите. Ну, за Москву отдельная история. Ее создали после того, как Руси уже не стало. Москву создали в ком? В 1272-73-м. А Русь перестала существовать в 1240-м. То есть, вообще не о чем говорить. Так что, ребята, вот когда стоишь здесь, да, ты просто чувствуешь вот эту историю. Она просто тупо, со всех сторон. И это, и вот, вот эта история, она является причиной того, что вот этот вот шизофреник, маньяк Путин, он, он же остро чувствует свою ущербность. Вот скажите, вот я вам сейчас просто попытаюсь объяснить. Смотрите, вот нам что-то надо от России. Вообще ничего не надо. Единственное, что нам надо, чтобы они скрылись за приобреком и никогда больше своего свиного рыла сюда не показывали. Все. Больше ничего. Просто скройтесь, исчезните из нашей жизни и не показывайте с ней, да. Все четко и понятно. А посмотрите, им постоянно здесь, в Киеве, что-то нужно. А почему? Потому что они чувствуют свою ущербность в историческом плане. Да в любом плане. Прежде всего в историческом. Почему? Потому что без Киева у них нет истории. От слова вообще. Потому что вся их история висит в воздухе. Они не имеют отношения к руси. Они же себя позиционируют как лидеры славянского мира. Они не являются славянами даже. Понимаете? То есть это вообще капец полный. Вот. То есть без Киева они не являются частью того мира, лидерами которого они себя считают. У них нет истории, у них нет столицы. И самое главное, у них нет имени. Имя-то ворованное. Посмотрите любые карты там 16-го, 17-го века. Русь была по инерции. Писали здесь, а в основном писали территорию Львовской области. Так она там получилась. А там где вот Московия, Московия писали. Московия, Московиты. Да. Вот так вот писали о них. Московия, Московиты. И выдумали Россию только в 1721 году. Это уже их хан или царь, как он там назывался, этот Петр Первый. Вот он выдумал Россию, украв название. И поэтому, конечно, такая, знаете, острая, такое абсолютно нетерпение у Путина захватить Киев, захватить вот это место с тем, чтобы потопать здесь своими коротенькими ботоксными ножками. Стоп, у него же рожа, рожа ботоксная, а не ножки. А, у него же ножки в лабутенах. Лабутенными ножками, извините, сказал ботоксная, я все перепутал. Вот, лабутенными своими ножками, потопать здесь коротенькими, значит, здесь и сказать, что вот он, он Путя Первый или какой там он у вас, не знаю, он именно и есть собиратель земель московских. Нет, друг мой, Путя. Точнее, нет, друг, никакого отношения к Руси ни ты, ни твоя страна бензоколонка не имеете. Ваша история, это история Луса Джучи, которым здесь, в Киеве, и не пахнет. Кстати, о птичках. Так что вот, стоим мы здесь, посередине Руси и передаем большой привет московитам. Единственное, что мы от них хотим, чтобы вас не было в нашей жизни. Вот, собственно говоря, и все. Привет из Киева.